Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим о своём канале «Пиратская жизнь». Посмотрела утренний видос. Не стоит фантазировать, тешить себя, выдавая желаемое за действительное. Расставила точки над «и». Да, да, Нинка, как всегда, специалист по написанию названий. Короче, проснулась наша Нино и горлопанит песню. «Проснись и пой». А мне так хотелось изменить слова «трясись и пой». Вот как раз-таки ей подходит. Встала с утреца, комментарии почитала, трясучка началась по полной. Вот она и горлопанила. Только надо было горлопанить «трясись и пой». Нинок, тебе больше тряска подходит, а не «проснись и пой». Глаза, по-моему, твои ещё и не проснулись. Опять вся опухшая. Ужас, ребят. Как можно вот так себя ненавидеть? Бухать каждый день, курить, потом кашлять фиг поймёшь как. На сей раз, друзьяшки, в компашку пиратку с Фофой не взяли. Они уехали в зоопарк. И как же так, как же так? Мальчика Фофоньку туда не взяли. Он хоть бы зверюшек посмотрел, а то кроме своего малюсенького зверька-экспандера ничего в жизни не видит. Ну, хотя, вы знаете, может быть, Нинка ему показывает зоопарк периодически. Но у неё только исключительно бобёр. А Фофонька, наверное, пугается бобра. Да, и поэтому нечасто заглядывает. Ну, и дальше Нинка забыла, что же вчера она ела с утреца. Заглянула в комнату, чтобы спросить у любимого ребёночка Седовласова Фофоньки. А Фофа там занят. Да, интересно только чем. Наверное, ручным экспандером. Но чем же он ещё может быть занят? Мальчонка Седовласый. Ну, и Нинка решила, что надо приготовить яичницу, глазунью. Нет, не омлет. Омлет она уже больше не хочет. Наелась сполна. Ну, а ещё она рассказывала, что нужно посуду отдать. Столько посуды она прикупила. А вот вы представляете, ребят, как так, чтобы пиратка всё это отдала? Я не знаю, с её жадностью, с её этой скупостью, чтобы она отдала там миски, сковородки и всё, что она накупила на свои деньги. Прям удивительно. Я думала, она всё это затолкнёт в чемоданы и попрёт в Нижний Новгород. Ну, нет, сказала, что будет отдавать. Опять потрясла эту рыбу в вакууме, нюхала, ахала. Интересно, чем может пахнуть рыба, когда она в вакууме. И знаете, такое чувство, да, что пиратка сама-то её купила. Как раз они ходили там по рыбному отделу, поэтому прикупила тихаря. И потом рассказала, что вот, мне подписчики подарили. Ей же надо как-то себя ввище и ввище поднять, как говорит Сафар. Ну, вытащить из болота, что ли. Ну, ей из болота-то не выбраться помойного. Ну, а ещё Нинка сказала про комментарии, что якобы она виновата, что блокируют комментаторов. И, значит, блокируют аккаунты. И что она не может пожаловаться на зрителя. Ниног. Ты прекрасно можешь пожаловаться на комментарий. Прекрасно. Есть такая функция, да. Нажимаешь на три точечки, и всё. И вперёд Айда пошёл жаловаться. Сносишь комменты ты везде. Не только на своём канале, но и ещё на каналах, которые не угодны тебе. Читаешь везде комментарии. И у себя читаешь и трясёшься. И у обзорщиков тоже читаешь и трясёшься. Не зря у тебя песня «Трясись и пой». Трясучка каждое утро. Истеричкой уже стало. Ой, Нинка, я уж прям боюсь за тебя. Чем дальше, тем всё хуже и хуже. Как бы кукуха твоя не уехала навсегда. То, что есть действительно папка на рассмотрении, это да. Ну, там застревают в основном комментарии, где сквернословие, где конкретное оскорбление идёт. Ну и да, и слова из чёрного списка. А у Нинки там, ой, как много слов в чёрном списке. Ну, я хочу сказать, что бывает там застревают и нормальные комментарии. Но это, видимо, Нинок у меня услышала и теперь всё это рассказывает. Ну, а Ниночка у нас и сама любительница и заблокировать, да, и на комментарии пожаловаться. И она сама, видать, забыла, как она сама посылала зрителей на три буквы. Ну, мы понимаем, отшибла конкретно память у тёти Нины, бабы Нины, что она даже не помнит, что она вчера ела. Вот она, видимо, забывает, как посылает, оскорбляет и радуется беде, радуется смерти. Она радуется страданием людей. Ну, как я всегда говорю, гниль, она и в Африке гниль. Вот и у нас Нинка насквозь гнилая, просто гнилушка. Ой, а дальше Нинок комментарий, оказывается, читает. Ещё как читает, потому что заговорила про ребят, что якобы не надо выдавать свои фантазии за действительность. То есть, типа, ребята не хотят встречаться с пиратами, но не знают, как их отшить от себя. Всё прекрасно, сказала Нинок. Да, Нинок, и это, получается, ты не читаешь комментарии, да? Это так не читаешь, зато всё знаешь и на комментарии отвечаешь. Брехуха ты, омлетчица! Ну, а дальше она ляпнула вообще такую пургу. Слушайте, да, если с друзьями встречаешься каждый день, вы уже сожители. Слушайте, ну, такое сказать может только, ну, действительно стукнутый на голову человек. Нинок, у тебя вообще в голове пусто. Ты даже мысли свои выражать нормально не умеешь. Чё ты плетёшь? Или на тебя так действует бодунец? Или реально просто ты омлетом объелась, и уже вообще ничего не можешь говорить адекватно? Да, и Нинок сказала, что вынуждена расстроить всех, что всё хорошо с друзьями. Ну, просто всё хорошо. Ну, просто зоопарк не для Нинки, да? Нинок, ну, не для тебя, но для Фовки было бы интересно. Вот чё ты не поехала в зоопарк? Видать, очень сильно своим зверьком запугала, что даже пацанчик сейчас боится, просто боится зверюшек. Ну, и да, к концу опять Нинок вспомнила омлеты. Но омлеты, похоже, уже настолько надоели, что, наверное, поперёк горла стоят и никак не сглатываются и не проходят. Поэтому приходится уже яишенку делать, глазунечку. Ужас, ребят, я не могу. И она потом будет говорить, что кругом все извращенцы. Самое главное у нас это Нино. Вечно голодная. Вечно голодная и обделённая мужским вниманием. Обделённая жратвой. Видать, с детства всё никак не могла нажраться. Да, несчастная баба, которая абсолютно не видит ничего в жизни, кроме жрачки. Ну, и, конечно же, пупсика Седовласова. Хотя от пупсика-то толку совсем никакого нет. Раз Нина делает омлет. О, ребят, я прям заговорила стихами. Ну, и, значит, она ещё заявила, что Седовласова своего пупсика она очень любит. Поэтому она ему даёт подольше поспать, поваляться. Ну, заняться ручным экспандером, конечно же, для поднятия тонуса и настроения, и аппетита, да. И Нинке несложно встать и приготовить омлет. Ну, и такая вот тупоголовая, как Нинка, да. Слышали, что сказала? Я же говорить не хочу, чтобы мой муж того. Представьте. Он говорит, мне нужен ещё живым. Да, Нинок? Ещё весь трэш своего мужа не доснимала, правда? Всё уже показала, что можно. Хотя и своё саньё тоже показала, и не раз. Угу. И в конце, как всегда, ещё в дополнении отчитала зрителей за комментарии, которые она не читает, и, наконец-таки, заткнулась. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok